Всем привет! Очень много вопросов про шум толчковый низкий сет, он же его называют китайский. Очень много про него каких-то мифов, непоняток, как его вообще развивать, что для этого делать. Давайте расскажу два базовых правила. Во-первых, нужна хорошая колоссальная гибкость в плечевом поясе и, соответственно, в тазобедровом суставе, чтобы хорошо с ней сесть, раз вы хотите делать это упражнение на своем основном способе толчка. Второе, это нужно понимать, что для него не требуется хорошего наработанного посыла вверх. Здесь большую роль играет уход и хорошая колоссальная штанга. Поэтому не надо стараться посылать штангу вверх и затем досидать с ней. Это уже не то упражнение, это называется шум в стойку плюс присед. Нам это не нужно. Старайтесь больше дать инерции грифу и спокойно уйти в уход, освободившись от снаряда, как в рывке примерно. То есть вы маленько качнули гриф коротким посылом и затем уши вниз. Не надо делать шум в стойку и приседать. Это уже другое. Еще раз. То есть меньше посылок, больше работают в уход на прием. Это, я считаю, базовое правило для этого упражнения. Потому что, когда вы делаете в стойку и затем зачем-то пытаетесь присесть, вы нарушаетесь координацию и делаете дополнительное лишнее движение. Ваша задача быстрее в уйти в сет, зафиксировать и затем встать для полной фиксации. Вот, в принципе, два простых правила для этого упражнения. Все пока.